Ну что ж, важнейшая новость. И опять-таки продолжается этот сериал, когда Александр Григорьевич ездит в гости к Владимиру Владимировичу. Ну, иногда они меняются местами. Тут очистились в последнее время эти визиты. Сто процентов. Вот сейчас очередной из них. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 апреля прилетел в Москву на встречу с главарем Кремля Владимиром Путиным. Итак, что интересно, диктаторы планируют обсудить накануне заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства ряд вопросов. В частности, импортозамещение, углубление кооперации, ну и много таких вот интереснейших формулировок. Хотя, на самом деле, суть-то тут наверняка абсолютно в другом, согласись. Давай разбираться. Белорусский общественный деятель, организатор Белого Легиона Сергей Бульба присоединяется к нашему эфиру. Сергей, рады приветствовать. Приветствую вас. Доброе утро. Сергей, ну, среди заявленных целей визита самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в Москву действительно такие серьезные темы, как импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, а также международная обстановка, принятие мер по обеспечению безопасности. А с чем на самом деле Лукашенко в Москву пожаловал и зачем? Торг по поводу размещения ядерного оружия. То есть Лукашенко хочет максимум для себя, в общем-то, и поиметь выгод от, скажем так, от того, что Путин, ну, по сути, уничтожает суверенитет Беларуси. Мы все восприняли, особенно, в общем-то, они и постарались в этом. Путин объявил о якобы размещении ядерного оружия на белорусской территории именно в день 25 марта. Для белорусов, скажем так, это такой государствообразующий день, потому что в этот день была образована Белорусская Народная Республика в 1918 году. И Путин, видите, тянул именно до вот этой вот сакральной для белорусов даты и заявил именно в этот день, что, ну, нет у вас больше суверенитета, есть вот мои ракеты и все. Ну и Лукашенко, соответственно, сейчас пытается по максимуму все это дело монетизировать, поскольку от него мало что зависит. То есть ему дана команда от Путина. Ну вот он пытается выторговать по максимуму на сегодняшний день. Здесь, собственно, и порт они давно обсуждают, о передаче порта, это самое под Питером. Он же мечтал все время поставить там свою таможню, якобы свой порт, но он сам строить не хочет, а Путин ему не отдает готовые. То есть здесь у них много предметов для торговли. Сергей, скажите, пожалуйста, вот так же хочу обсудить с вами вот это недавнее заявление Лукашенко, которое он сделал на фоне встречи Макрона и Си Цзиньпина относительно того, что ядерное оружие, как он там сказал, надо собрать все в одно место и уничтожить. Это как бы очередной популизм от Лукашенко, за ним более ничего не стоит? Знаете, такое чувство, что у него раздвоение личности. Вот в свое время вот он с таким же оптимизмом подписывал союзный договор, потому что хитрый номенклатурщик Ельцин ему пообещал, что ты такой молодой, такой умный, быть тебе моим преемником. Ну просто Ельцин не уточнил, что он еще минимум 20 человек, ом это же говорил. Но вот наш молодой перспективный на самом деле поверил, он понял, что он единственный, избранный, да. Поэтому он подписывал союзный договор, в общем-то, не глядя. Хотя он надеялся, да, что там будет написана, в принципе, цена на энергоносители, на углеводороды, что в Смоленске, что в Минске одна и та же. Но оказалось, что этого пункта нету, а он даже этого не заметил, понимаете. Вот сейчас у него такая же эйфория, у него, у его сына, как бы они видят в этом ядерном оружии, в общем-то, свое спасение. Реально картина, в общем-то, сложилась таким образом, что бежать им некуда уже. Раньше какая-то была надежда на то, что они, в общем-то, вкладывали ворованные у нас деньги, они вкладывали в Катар, в Арабские Эмираты. Была надежда, собственно говоря, что вот они в какой-то, ну, вот, прекрасный для кого-то день соберут манатки и улетят туда. Но последние поездки, последние визиты в Арабские Эмираты показали, что их там совсем не рады видеть. То есть, жизнь подвела к тому, что Беларусь остается единственным последним форпостом. Ну и, собственно говоря, перспектива от того, что Украина освободит свою территорию, а потом перейдет к зачистке страны с агрессора, она Лукашенко очень напрягает. И именно в ядерном оружии он видит спасение от вот такого вот варианта будущего. Поэтому, в общем-то, тоже они стараются, в общем-то, ну, не глядя все, согласны на все, только вот дайте вот ядерное оружие, оно нас спасет, оно обеспечит, что мы до старости, до конца своих дней будем здесь вот царствовать в Беларуси. Сергей, тогда вопрос. А какова вероятность, что это оружие, если оно все-таки будет перемещено на территорию Беларуси, будет контролироваться белорусскими военными или, там, белорусскими властями? Никакой. Оно традиционно, современно Советского Союза, оно же это самое, оно и было размещено на белорусской территории, но мы же его не контролировали никак. Ни белорусский военный округ, собственно, не контролировал, ни в будущем белорусское министерство обороны. И сейчас, в принципе, такая же картина. Но я вот об этом именно составляющей эйфории говорю о том, что им передают, даже не объясняя, что это они будут контролировать, но они почему-то, у них возникает иллюзия. Может, они ждут, что Путин, в общем-то, у него слабое здоровье, что он помрет. Либо это самое, либо Россия все-таки посыпется по итогам СВО. То есть надеются, что тогда именно это оружие, но хотят, не хотят, окажется в их руках. Ну да, расчет наверняка именно такой. Сергей, спасибо большое, что четко все объяснили. Белорусский общественный деятель, организатор «Белого легиона» Сергей Бульба был в эфире телеканала «Фридом». Еще раз спасибо.